Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня будет видео в продолжении предыдущего о моих покупках, которые я совершила вчера, а также будет распаковка заказа вкусняшек с сайта Royal Forest, так что кому интересно, продолжайте смотреть. Ну и начну я с того, что многие мне написали после вчерашнего моего влога, что, конечно, целый день есть где-то без еды, что нужно было бы бросить мне хотя бы какие-то орешки. Да, на самом деле, вы правы, я не могу с этим не согласиться, но у меня не было ничего дома, что я могла бы взять с собой, бутерброды как-то вообще не хотелось. Вот, поэтому я подумала, что куплю что-то в магазине и не нашла ничего умнее, кроме как купить булочку. И это была вся моя еда за вчерашний день, но вечером, когда я приехала домой, оказалось, что мой муж уже забрал мой заказ, это Royal Forest. И, конечно же, я там попробовала вечером и орешки, но съела совсем чуть-чуть и один маленький кусочек шоколадки. И сейчас покажу вам видеораспаковку и то, что я там вообще заказала. Муж у меня забрал мой заказик с Royal Forest. Сейчас, сейчас покажу, что там есть. И вот, что я заказала. Конечно же, орешки. Это вот такой бразильский 100 грамм. Прям огромный. Кедровые орешки. Пекан. Тыквенные орешки. И взяла на полную такую гречку зеленую. Никогда, кстати, ее не пробовала, но там было написано, что она супер-супер полезная, что это не обработанная гречка. То есть, вот обычно коричневую мы кушаем, она обработанная, а это нет. В общем, она для худеющих как бы прям супер-супер вариант. В общем, с мамой будем ее пробовать. Также взяла вот такую шоколадку с ягодом Годжи и с изюмом. Она без сахара. Какая-то короба. Я не знаю, на самом деле, как правильно называется, но такая шоколадка. Вот на пробу взяла и взяла для себя уже вот такое масло ШИМ. Кстати, очень много видела, что его хвалят. Это я буду его использовать на волосы, на тело. И еще кокосовое масло. Тоже хвалят его именно вот с этого сайта. Говорят, что очень-очень хорошее. Тоже не знаю. Кстати, хочу попробовать на основе него что-нибудь приготовить. В общем, сейчас мы будем пробовать. Вкусняшки. Да? Угу. Сейчас попробую с мужем. Вот эти орешки очень-очень вкусные. Кстати, вкуснее намного, чем в ленте. И получается, они больше. Да? Угу. То есть он по размеру намного больше, чем вот я в ленте, которую покупаю. Кстати, они намного вкуснее и даже как-то ароматнее. Ну, вот этот бразильский орех тоже я как-то где-то в другом месте покупала. Но здесь вот он как-то свежее, что ли, намного. Ну, в общем, нам понравилось. А вот эти семечки, это я мальчишка отдам. Они у меня любят кедровые орешки. Вот такие орешки. Ну, это не орешки, это тыквенные семечки. Вот. А мы с вами сварим гречку вот эту вот, попробуем, вкусно или нет. Ну, а это, конечно же, для красоты. Я тоже понюхала, все попробовала. Прикольненько. Ну, сейчас жуем с мужем еще шоколадку. Очень она вкусная. Тебе нравится? Угу. Она вообще как обычный шоколад, да? Ну да. По вкусу. Нам очень понравилась. Очень вкусненько. Вот такой вот у меня был небольшой заказик с этого сайта. Но, на самом деле, я могу подтвердить то, что все товары очень качественные. А вот эта шоколадка меня просто, на самом деле, покорила. Я обязательно буду делать заказ там снова. И я вам оставлю ссылку под этим видео в инфобоксе на сайт этого магазина. А также промо-код со скидкой 20%. И, конечно же, в эти выходные у меня будет Spa Relax вот с этими маслечками. Вчера я нанесла вот это кокосовое масло на ножки и на ручки. У меня уже, на самом деле, не было особо никаких сил, чтобы делать что-то такое beauty. Вот. И вот это кокосовое масло мне очень сильно понравилось. Оно очень хорошо впитывается. Ну и, конечно же, аромат просто потрясающий. И, конечно же, масло ши я буду использовать в качестве масок для волос. Очень много слышала рекомендаций по поводу этого масла. Помимо еды у меня еще и beauty покупочки. И вот сейчас хочу вам поближе показать вот эти масла. Маслечки от Royal Forest. Кокосовое масло. Вот оно застывшее. И оно очень хорошо впитывается. То есть я вот сейчас нанесу на кожу. Я вчера буквально чуть-чуть разнесла. И посмотрите, он уже практически впитывается. То есть нет вот этой жирной пленки. Ничего такого. Очень мне понравилось качество вот этого кокосового масла. Просто, ну, потрясающий аромат, конечно, просто супер. Просто мне очень понравилось. Обязательно буду... Я думаю, я на нем жарить не буду. Я думаю, я буду его использовать на волосы, на тело. В общем, классная штучка. И такая очень симпатичная баночка, которая мне тоже, наверное, потом пригодится. Вот. И вот это масло ши. Конечно, очень мне и вы, девочки, писали, рекомендовали использовать его для волос. Я ни разу не использовала. Вот так вот оно выглядит. Но я думаю, что я с удовольствием буду им пользоваться. И я думаю, что мне очень-очень понравится. Так как я люблю вообще масляные маски использовать на волосики. И не забывайте перейти в инфобокс. Потому что там промо-код со скидкой 20%. Также в этом видео я бы хотела вам показать свою новинку парфюмерии. Это у меня вот такой аромат от Mark Jacobs Daisy Love. Этот аромат меня уговорил купить мой старший сыночек, когда мы с ним на этой неделе гуляли по торговому центру, готовясь к первому сентября. Я хотела приобрести себе новенькую помаду. Но сынок сказал, нет, мама, зачем тебе помада? Давай ты будешь лучше вкусно пахнуть. Я на фрагрантике почитала пирамиду этого аромата. И на самом деле, честно вам сказать, я была очень сильно удивлена. Потому что он для меня немножечко по-другому звучит. Итак, верхние ноты это мороженое. Средние ноты ромашка. Базовые ноты влажная древесина и мускус. Но вот мороженое еще да. Вот когда вы только-только подносите, есть такой сладковатый ягодный аромат. Очень-очень вкусный. Но в самом конце, в базовых нотах, скажем так, он мне отдает немного ванилькой. Я не знаю. Может быть, это просто я так воспринимаю. Я не парфюмоманьяк, не вообще от парфюмерии достаточно далека. Но по мне, это вот такая средняя между ванилькой, карамелькой и какими-то цветочками. На самом деле, очень приятный аромат. Но то, что здесь ромашка, я думаю, должно было быть понятно по вот этому замечательному цветочку. Я его приобрела где-то за 3.300 с копеечкой. 3.320 или что-то в этом духе. И здесь у меня 30 миллилитров. По стойкости я могу сказать, что вот вчера я его брала с собой, бросала в сумочку. Хотя из-за такого объемного колпачка его не очень удобно носить с собой в сумочке. Но все же я взяла и за целый день я обновляла его только 2 раза. Мне кажется, это достаточно стойкий. Шлейф от меня вот чувствует, вот по крайней мере моя мама, еще достаточно долго. То есть мне кажется, что уже аромат подвыветрился. Но мама говорит, нет, действительно у тебя очень вкусно, необычно пахнет. Для девочек, которые любят сладкие ароматы, я очень рекомендую его попробовать, протестить. Но он такой не приторно-сладкий, а такой легкий и ненавязчивый аромат. Очень-очень приятный. Я вам его очень сильно рекомендую. Сейчас покажу поближе. И вот так вот выглядит аромат. Флакончик. У меня, видите, он такой маленький. Ну, конечно, оформлен он просто потрясающий. Девочки, я не знаю, за одно оформление ему нужно, наверное, поставить 5 баллов. И мне, кстати, сыночек как раз таки и сказал, что мама, бери. И тебе потом, когда у тебя закончится водичка, потом обязательно тебе пригодится этот флакончик. Поставишь его где-нибудь для красоты. И мне кажется, он по-своему прав. Вот. Но я очень рекомендую для тех, кто любит сладкие ароматы, обязательно попробуйте. Но он не приторно-сладкий. Он такой легкий, ненавязчивый. Вот на такую погоду, как сейчас у нас в Питере, когда температура, ну, где-то примерно 20 градусов и периодически выглядывает солнышко. Вот для меня это просто супер аромат. На данный период времени я даже забросила свой любимый Бритни Спирс и пользуюсь теперь только этим потрясающим ароматом. И еще вчера гуляю по торговому центру. Я, конечно же, все-таки решила себе приобрести помаду. Заходила в магазин «Рив Гош» и потом решила зайти в «Литуаль». И увидела, что там на некоторые товары скидки до 70%. В особенности были достаточно хорошие скидки на марку «Шоссейда». Но когда я подошла к стенду, я на самом деле была очень сильно удивлена, потому что там не было даже пробников. То есть стенд вообще практически полупустой. И, в общем, я там долго бродила, бродила, ходила, ходила. И потом увидела у девушки, у консультанта, у нее была целая коробка с помадами от марки «Шоссейда», которая, как она говорила, на каждый оттенок имеет свою цену и которая с очень хорошей скидкой. И я себе приобрела две помадки. Это жидкие помады. К сожалению, у меня не сохранился чек за вчерашний день. И одна из этих помад стоила где-то 680 или 690 рублей. А вторая стоила где-то 580 или 599 рублей. Мне кажется, отличная цена для таких помад. Сейчас одна из них у меня на губах. Это такой, ну, по мне, такой нюдово-розовый оттенок. Я очень люблю такие оттенки использовать, когда ярко крашу глаза. И помада, которая у меня сейчас на губах, это в оттенке RK226. И линейка вот в этой линейке. Сейчас я вам эти помадки покажу поближе. И вот мои покупки с магазина L'Etoile. Я за все вот это вместе отдала 1550 там с копеечкой рублей. Ну, приобрела себе еще конжаковый спонж. Я вообще никогда не пробовала никакие конжаковые спонжи. Вот решила взять в L'Etoile. Стоил он 300 рублей. Ну, что-то 299 или 298 рублей. Но на него не было никаких скидок вроде бы. Ну, вроде бы. В общем, обязательно попробую. Там был еще черный с углем. Но черный, я так понимаю, что это для проблемной кожи. Так как кожа у меня... Ну, иногда, конечно, есть высыпание. Но в основном кожа у меня сухая. Поэтому я решила взять вот такой обычный конжаковый спонжик. Попробую. Потом вам обязательно расскажу. И вот две вот эти вот замечательные помады. Начну с той, о которых я вам рассказала, что она у меня на губах. Это у нас оттенок R226. Это жидкая помада, глянцевая. Очень, кстати, мне она понравилась по стойкости. Вот так вот выглядит ее свочек. Давайте еще нанесу вот здесь вот, чтобы было более понятно. То есть это такой пыльно-розовый оттенок. Такой нежно-розовый. Очень мне понравилось. И мне еще понравился сам спонжик. Вот посмотрите. Он такой, как вы видите, заостренный и набирает совсем чуть-чуть. То есть только вот на этой части. Мне это очень нравится. Потому что бывают жидкие помады, знаете, набирают на спонж столько, что просто кошмар какой-то. Не знаешь, куда и деть эту помаду. Нет, он набирает немного. Мне это очень нравится. И можно, ну, хорошо прокрасить губы. Очень сделать аккуратненько. Потому что я, как уже говорила вам, я не люблю использовать карандашики. И вот эта жидкая помада, на самом деле, для меня просто находка. Мне очень она понравилась. Вот еще раз покажу. Вот ее свочек. Мне кажется, очень она классно смотрится. Она вот такая глянцевая. И, на самом деле, держится она очень хорошо. Она никуда не растекается. Я ее сегодня ношу целый день. Качеством просто очень довольна. Единственное, что она немножечко липкая. То есть, кому не нравится липкость вообще какая-либо, то я такую вам не рекомендую. Я к липкости отношусь абсолютно нормально. Я пила кофе вот с этой помадой. И она у меня осталась. И никуда не делась, не съелась. Это я очень люблю. В помадках очень уважаю. То есть, нанес и забыл. И вот так вот называется эта серия. Я уже не буду коверкать язык. Вот номер РК или ПК 226. 226 номер. Очень она мне понравилась. Очень рекомендую. Тем более, за такую стоимость, как сейчас она в Литуале. Просто потрясающе. И вторая помада, которую я на самом деле взяла только потому, что узнала, что такие цены на эти помадки от Shiseido. И я решила, что ну почему бы мне тогда не взять еще одну, да, для разнообразия. И я взяла уже другую линейку. Liquid Brilliance Gloss. Как-то так, наверное, называется. RS 306 оттенок. И это уже такая фиолетовая, наверное, да. Я не знаю, как правильно назвать этот цвет. Но вот вы видите, она более такая. У него, во-первых, другой спонж, как вы видите. И она уже набирает больше. Вот. Но спонжик тоже очень удобный. Я тоже уже наносила. Она тоже вот такая глянцевая. Я обожаю глянцевые помады. То есть я люблю, знаете, такие или совсем глянцевые, или совсем матовые. Я вот что-то среднее не особо люблю. То есть она уже более такая, как вы видите, плотная. Более темного оттенка, такого фиолетового. Но на самом деле вот такие оттенки я очень люблю носить осенью. А просто обожаю делать минимальный макияж глаз. То есть минимальный макияж – это, как вы понимаете, только тушь. И при этом использовать вот такую помаду я просто обожаю. Вот ее сводчик. И она тоже очень комфортная по качеству. Они похожи. Только вот эта вот уже менее липкая. И вот эта вот стоила подороже. То есть она стоила где-то вот 600 там с чем-то рублей, как я вам уже сказала. Но мне очень понравилось. Я очень довольна этими двумя покупками. Если есть еще на сайте L'Etoile или есть в вашем городе, я очень рекомендую прям побежать и прикупить себе вот такие помадки. Там еще были такие темно-коричневые нюдовые оттенки. Но я такие не хотела. И такой ярко-ярко-красный. Но у меня такие ярко-красные не очень идут помадки. А вот эти вот просто потрясающие. Я прям очень-очень довольна своими покупками. И также, как вы вчера видели, я заходила в магазин OG и мерила кое-какую одежду. Вот ту юбку плесерованную черную, которую вы видели во вчерашнем влоге. Кто не видел вчерашний влог, обязательно посмотрите. Это буквально предыдущее видео на моем канале. И плесерованная черная юбка мне понравилась очень. Моему мужу вообще никак, потому что он не любит такую длину, длину миди. Он не воспринимает ее вообще и считает, что она некрасиво смотрится на любой женщине. Ему нравятся либо совсем длинные юбки, либо юбки чуть ниже колена, по колено или чуть выше колена. То есть вот такая длина. Но даже дело не в том, что она не понравилась моему мужу, она на самом деле очень хорошо сидела. То есть она прямо так не обтягивала фигуру, а как бы обтекала так. Ну, в общем, очень красиво она сидела. Она мне очень-очень понравилась, и я хотела ее взять. Но когда я подошла на кассу, оказалось, что по нижней части, то есть по подолу, с одной стороны там торчали какие-то нитки. И когда я у девушки-продавца спросила, ой, а что это такое, здесь что порвано? Она ее как-то так скомкала, а что вы не будете брать? Знаете, такая... Я говорю, ну если там порвано, то я не буду. Вы можете мне принести такого же размера, только другую? А она сказала, нет, у них больше такого размера нет. В общем, она последняя. Она ее как-то там скомкала, так сказала, что вы будете брать или нет. Я говорю, нет, естественно, я такую рваную брать не буду. И, в общем, она ее, хопс, и убрала куда-то. Мне это, на самом деле, не очень понравилось. Это меня натолкнуло на мысль, что плессированные юбки от марки Отжи, наверное, не очень хорошего качества. И, наверное, я не первая, кто замечает на юбке какой-то дефект, поэтому она так как-то по-быстренькому среагировала, но не знаю. И я себе взяла вторую вот такую трикотажную юбочку, серенькую. Вы тоже могли ее видеть на мне в предыдущем влоге. Я люблю носить такие юбки с кроссовками, с какой-то курткой. Быстро одел и побежал. На самом деле она прикольненькая. Она кажется такой маленькой. Это у меня 42 размер. И она тянется. И стоила она где-то, по-моему, 460 или 450 рублей. Она очень мягкая, очень приятная. По мне так просто потрясающая юбка. Я думаю, я их буду носить и в пир, и в мир. Вот такие вот у меня были покупки за вчерашний день. Видео о моих золотых украшениях я обязательно сниму. Оно выйдет в следующем после этого видео. Я буду снимать уже сегодня. Но, наверное, загружу уже завтра утром. Так что, девочки, я помню, вы меня запрашиваете неоднократно. Так что обязательно я выполню вашу просьбу. Ну, а на сегодня буду заканчивать. Я надеюсь, вам было полезно и интересно. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Всех люблю, целую. И до новых встреч!